Могилёв примет делегации городов-побратимов Белоруссии и России В конце марта на встречу соберутся около 150 человек, представителей городов-побратимов Участие подтвердили делегации из Пензы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга и других городов России В программе посещение предприятия Могилёв-Лифтмаш, Белорусско-Российского университета и Могилёвского зоосада для дальнейшего сотрудничества В Могилёве стартовал месячник по наведению порядка и благоустройству Старт ему дан, естественно, в чистый четверг За время его проведения задача полностью очистить дворы, скверы, улицы, площади, значимые места от накопившегося мусора Чтобы подготовить город к проведению мероприятий по празднованию 750-летия Могилёва Большая уборка будет длиться до 15 апреля Могилёвский отдел органов ЗАГС в этом году отмечает столетие со дня основания И чтобы 2017-й запомнился, регистрации сделают более пышными и яркими Например, молодоженам предложат ввести в регистрацию брак от песочную церемонию И даже создать новые традиции для нашего города В ЗАГСе в этом году планируют расписать 3500 пар молодых на 500 больше, чем в прошлые годы Спектакли могилёвских режиссёров Игоря Казакова и Саулюса Варнаса В десятке лучших по итогам 2016 года по версии интернет-проекта «Театральная Беларусь» Рейтинг составлен на основе мнения белорусских критиков, журналистов и блогеров К слову, спектакль на дне Игоря Казакова занимает вторую строчку рейтинга А постановка Саулюса Варнаса, Крейцерова соната – четвёртую Увы, но мы оставляем после себя всё больше мусора За год отходы жизнедеятельности могилевчан выросли на 10 тысяч тонн В то время как общее количество мусора растёт, сортировать его мы умеем плохо Количество раздельно собранных бумаги, стекла и пластика уменьшилось Давайте сейчас посмотрим, что выбрасывают могилевчане в контейнер под названием пластик Вот, пожалуйста, смотрите, здесь есть пластиковые бутылки, есть и коробочка из-под яиц, и даже есть полиэтилен Обычно этот контейнер закрыт на замок Открывается он в двух случаях – по утрам, когда надо вывести мусор, и по просьбе съёмочной группы нашей программы Закрыть ёмкость с пластиком – один из способов не допустить туда другие отходы В синий стекло, в зелёный – бумагу, а в этот контейнер нужно выбрасывать пластик Вот у нас есть пэт-бутылка, мы её сюда и выбрасываем А вот у нас есть флакончик из-под шампуни и коробочка из-под пирожных Тоже вроде бы пластик, но как быть с ними? Куда их выбрасывать? Могилёвские коммунальники продолжают устанавливать на площадках новые, более удобные контейнеры На них есть подсказка для сомневающихся, что можно, а что нельзя бросать внутрь Тоже бросаем в этот контейнер, да? Бутылочка из-под шампуни Тоже бросаем в этот контейнер Значит, в этот контейнер только запрещается бросать Здесь вот как раз на контейнере показано, что упаковку из-под кетчупа, майонеза, кофе От чипса упаковку не нужно сюда бросать Канцелярские товары сюда не стоит бросать И тюбики от зубной пасты Ошибки в сборе мусора всплывают на заводе утилизации бытовых ресурсов Сюда со всего Могилёва привозят отходы, в том числе и пластик То ли из-за лени, то ли невнимательности В общей куче оказывается то, что там быть не должно Насколько я понимаю, вот этот мусор, он из контейнера для смешанных бытовых отходов Но вот я вижу, даже тут встречаются пластиковые бутылки А это неправильно И пожелания к нашему населению, чтобы более гуманно относились и к нашей окружающей среде, и к трудящимся нашего завода А что касается нашего контейнера из-под пирожных, то есть вот где ему место? Ему место в контейнере для смешанных отходов Так как на переработку в дальнейшем в республике Беларусь мы его не можем никуда отправить Пластик, который выбросили неправильно, приходится досортировать вручную Разделяют его по цвету, прессуют в блоки и отправляют дальше на переработку В 90-е годы, когда дефицит начал понемногу отступать, из-за рубежа на полке магазинов хлынули невиданные ранее продукты В том числе напитки в пластиковой таре Многие не спешили выбрасывать использованную бутылку И в Могилёве нашлись кулибины, которые могли смастерить из неё всё, что угодно И детскую игрушку, и люстру, или вот, пожалуйста, дом Пэт-бутылка — это не только поле для работы фантазии очумельцев В мире существует множество способов, как из чего-то сделать что-то Превратить пластиковый мусор в сырьё для новой продукции С 2003 года предприятие «Реплас-М» перерабатывает пластик В том числе и бутылки, полностью от крышки до этикетки В основном наша гранула из полиэтилена, то бишь из крышки, используется для производства труб То есть для этого у нас, скажем так, есть одна рецептура Какая-то часть гранулы используется для производства полиэтиленового листа То есть это уже, в свою очередь, другая рецептура Мощности завода позволяют переработать большие объёмы Использованную бутылку везут сюда со всей Белоруссии, а также Польши, Латвии, России Отдельные города могут похвастаться, в частности, Могилёв тем, что собирают около 80% и выше от объёмов образования Если говорить о Минске, то там собирают, наверное, процентов 15-16 С предприятия сырьё из бэушного пластика отправляется в новую жизнь В некоторых городах мира уже есть километры тротуаров и дорог, построенных из переработанных пластиковых бутылок Из них делают уличные ограждения, мебель, различные ёмкости Известные компании по производству одежды для активного отдыха шьют из переработанного сырья непромокаемые куртки Переработанный пластик найдётся практически в любом доме и офисе Это уже не выдумки футуристов, а настоящая Могилевчане стали более тщательно следить за своими улыбками Каждое шестое обращение к стоматологам города за профессиональным уходом Улыбка открытая и без стеснения – это и красиво, и модно, а с нынешними технологиями – спокойствие И пусть вас не пугает звук бормашинки, кажется, в кресле можно даже заснуть В городе 92% врачей-стоматологов аттестованы на категорию Поэтому все врачи постоянно повышают свой уровень профессиональный Стараются с населением работать именно с профилактической целью, чтобы сохранить наше стоматологическое здоровье За день в этой поликлинике на непокорённых принимают около 190 могилевчан А раньше было в разы больше Всё благодаря качественной помощи и суперсовременным стоматологическим материалам Хирурги, к примеру, окажут помощь в постановке имплантов и с дальнейшим протезированием помогут Лучше сходить сначала к ортопеду, проконсультироваться Он вам напишет консультативный лист, напишет, что удалять, что лечить И тогда уже придёте, подготовленные к нам И мы удаляем только те зубы, которые нам ортопед написал В прошлом году в поликлинике по инновационной технологии внедрили метод протезирования безметалловой керамикой Отливается из супергипса модель, которая потом при помощи вот этого аппарата Она сканируется, ну, скажем так, по принципу фотоаппарата И мы получаем, ну, скажем так, виртуальную модель Вот она вот такая у нас Ну, тоже понятно, что другой образец То есть получается виртуальная модель Вот, на которой мы уже создаём форму зубов Ну, скажем так, любая форма, размер, то есть то, что нам надо Соответственно, этот файл сохраняем И уже нам из суцельного куска материала Будь то стеклокерамика, будь то оксид циркония То есть уже выпиливается готовая работа А вот золотые коронки в Могилёве больше не ставят Для современной стоматологии это пережиток Это материал, который очень пластичный Который очень быстро, так скажем, приходит в негодность То есть коронки проедается Кроме того, это дорогостоящее Ну, и всё-таки сейчас мы уже говорим о том Что самое главное сейчас у наших пациентов – это эстетика Всё-таки золото не относится к эстетическим материалам То есть сейчас наши пациенты хотят всё-таки белые, здоровые улыбки И это на первое место выходит Золотые коронки не отвечают этим требованиям Некоторое время назад в областной хозрасчётной стоматологической поликлинике Использовалось золото при изготовлении металлокерамических коронок на золоте Но это оказалось дорогостоящей процедурой И оно не прижилось в городе Могилёве Сейчас главная забота стоматологической службы Могилёва – профилактика кариеса и других заболеваний А эффективность и результативность лечения у наших стоматологов оценили не только могилевчане Экспорт услуг по городу выполнен на 110% Ансамбль песни и танца Медуница – коллектив с названием белорусского первоцвета, который прошёл 30-летний путь От любительского до профессионального филармонического Его участники не просто артисты, они хранители традиций предков Основной репертуар Медуницы – белорусские народные песни и танцы Народная песня – это, я бы сказала так, крыница, которую невозможно вычерпать И каждый раз всё новое и новое И мне говорят, где вы берёте репертуар? Вот и берём из наших лесов, земли, от наших бабушек, которые сегодня пока живы Слава Богу, хочется пожелать всем здоровья Мамы, давайте, Владимир Владимирович, его запивайся, давайте Мамы, я любомила, что ты норовила, что ты моего человека огня не орбила В состав Медуницы немногим больше 20 человек Некоторые участники в ансамбле с момента его основания А кто-то в Медунице вырос в буквальном смысле слова И всех объединяет искреннюю любовь к народному творчеству, к белорусской песне В ней и радость, в ней и грусть Так что всё, что переживает человек в своей жизни, то и отражается, конечно же, в белорусской народной песне Музыка народная впиталась, наверное, в меня с детства Мне ещё бабушка пела песни, когда я была маленькая Я помню, мы ходили на концерты, смотрели, как выступают дети другие И мне так нравилось, как они в ярких таких народных костюмах Это так завораживало И вот что-то внутри, прям вот я хотела сама выступить на этой сцене Номера в свой репертуар участники Медуницы подбирают по всей Могилёвской области От Осиповического района до Хотимского Ездят в творческие экспедиции в большие агрогородки и в маленькие деревушки Результатом большой работы по сохранению национальных традиций Днепровского края Стал грант президента Беларуси в области культуры за программу «Беларусь, моё богатие, моя любовь» Этот грант нам будет, финансовая такая поддержка президента Будет идти на протяжении всего года И в конце года мы покажем красивую программу нашей национальной культуры Наши белорусские песни и танцы, характерные ильменно для Могилёвского края Ансамбль Медуницы – музыкальный бренд Могилёва и области Он пропагандирует белорусскую национальную культуру за границей С гастролями могилёвские артисты объездили полмира Выступали даже в Париже, возле Эйфелевой башни Они пели белорусские купальские песни А парижанки бросали свои венки в сену Впереди у коллектива новые гастроли и концерты И поиск настоящих сокровищ, народных песен, где живёт белорусская душа Здравствуйте, Катя! Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет проект Горжусь, что из Могилёва, она что ориентирована И что самое интересное происходит? Значит, этот проект предложил наш Могилёвский городской исполнительный комитет И, естественно, мы принимаем участие И наша библиотека предложила тоже Вот разместили мы у нас на нашем сайте Значит, статью о том, что все желающие наши жители Могилёва Могилёва могут принять участие, разместив фотографию города Для того, чтобы человек принял участие Обязательно надо прийти к вам, взять вот эту табличку Или как-то можно... Значит, чтобы принять участие, не обязательно Вот наша табличка, которая у нас в библиотеке находится Ну, если кто-то изъявит желание прийти, может у нас взять, сфотографироваться На фоне нашей библиотеки с этой табличкой Кто просто укажет хэштег «Горжусь, что из Могилёва» Тот уже становится участником этого проекта Могилёвские пользователи социальных сетей Уже начали принимать достаточно активное участие в фотоконкурсе И прислали достаточно большое количество фотографий И есть, кстати, достаточно оригинальные Вот, например, девушка прислала фотографию, отражающую определенную преемственность поколений А вот что будет изображено на снимке, это зависит только от вас Например, вы можете поделиться фото со своими достижениями или достопримечательностями города Тем более стимул-то хороший Две! Внимание! Целых две путевки в солнечный город Одесса Я думаю, что пригласить, участвовать в проекте «Горжусь, что из Могилёва» Присылайте свои фотографии Куда присылать фотографии? Вы можете размещать свои фотографии в социальных сетях Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук И главное, вы не забудьте указать Хэштег «Горжусь, что из Могилёва» И мы вас найдем И еще раз о правилах участия в конкурсе Ваши фото и обязательно в Могилёве В качестве фона «Любимое место в городе» Это, кстати, не обязательно достопримечательность Ваша любимая лавочка в парке Или дворик, где прошло детство Подойдет все И не забудьте сопроводить ее хэштегом «Горжусь, что из Могилёва» Всем творческой удачи! Скажите, вы гордитесь, что вы из Могилёва? Да, я горжусь тем, что я из Могилёва Наверное, чтобы это выглядело так А почему? Ну, я люблю этот город Он мой родной, мне нравится по нему гулять У него историческое наследие большое Раут, ушатажа Да и вообще сам город красивый Я люблю Могилёв, потому что я здесь родилась Я здесь выросла Здесь живут мои родители, моя бабушка, дедушка Во-первых, я здесь учусь И хотела бы в дальнейшем остаться здесь Жить и дальше заниматься Строить карьеру Я считаю, что это отличная идея И я бы с удовольствием принял бы в этом участие Я очень люблю драмтеатр Очень горжусь архитектурой нашего города Там очень красиво и привлекательно для туристов и для нас А где любишь больше всего проводить свое время? Наиболее интересные места, на твой взгляд В парке Горького люблю Когда осень или зима, очень красиво там Ну, наверное, самое любимое место Это наша аллея славы Там очень красиво В последнее время начали облагораживать все Ну, я не знаю, наверное, любой могилевчанин любит прогуляться там Ну, очень красиво Наш древний город открывает свои тайны Тем, кто ищет Могилевские краеведы нашли могилу Николая Ястребского Этого человека называют Леонардо да Винчи Приднепровского края Гениальный инженер-механик, который спроектировал одно из самых современных инженерных сооружений 19 века Днепровский мост в Могилеве Он же непосредственно руководил его строительством Родился Николай Феликсович в 1808 году в Реческом уезде Окончил Виленский университет, институт путей сообщения Был начальником Могилевского отделения путей сообщения Николай Ястребский стал автором первого учебника по механике в Российской империи А в 31 год самым молодым лауреатом Демидовской премии Которая появилась почти на 100 лет раньше Нобелевской О престиже этой награды говорит тот факт, что ее вручали Пирогову и Менделееву, Сеченову и Крузенштерну А еще Николай Феликсович был талантливым литератором Он написал продолжение «Мертвых душ» Долгое время даже профессиональные критики считали, что оно принадлежит Перу Николая Гоголя Да, о жизни гениального инженера известно много А вот где он обрел вечный покой, для историков долго оставалось загадкой Известно было только то, что похоронили его в Могилеве Сейчас, после инвентаризации Могилевского католического кладбища Могилу Николая Ястребского, похоже, нашли Игорь Александрович, а что дает основание? Предполагаю, что именно этот человек здесь, именно Николай Ястребский, тот самый Ну, по-первых, у нас не было другого В Могилеве Николая Ястребского Але целком можно допустить, что кто-то был подобным Другое, что совпадает тут, это год народжения и смерти Калеб навод и был другим, Николай Ястребский, да То не заявляюсь таким видовочным, что и он народился в 1808 году И помер в 1874 году Интересна и сама надпись на кресте, латиницей, но на белорусский лад Да и хоронили в 19 веке как раз на католическом кладбище Поэтому вполне возможно, что жена-шлихтянка Николая Феликсовича Похоронила почевшего супруга именно здесь Наступное, это сам пубник Разумеете, мы башим с вами, что это крыш Так, металевый, что вельми характерно было для того часу И это связано, махчима было связано с его профессией Ну, чему? Это инженер Поэтому мы не башим тут великих каких-то малявничных надгробных плит Мы башим то, что было характерно Потому что, ну, как бы вам знать, на той момент, сталь, металл А он занимался с упором материала, тревалостью железа И он лишится, ну, что он будет исновать вельми долгий час Я так думаю, что и вот те решты, которые тут лежат Это так само то, что целиком могло быть основой вот этого помника Вот мы башим с вами Все тайное рано или поздно становится явным Очень символично, что место последнего приюта Николая Ястребского нашли в юбилейный год Теперь у каждого горожанина есть возможность прийти на католическое кладбище И отдать дань памяти человеку, который так много сделал для нашего города Пришла весна А значит, наступило время готовить свой велосипед к велосезону Главное, на что стоит обратить внимание Это люфт основных узлов Это втулки переднего и заднего колеса Педали и, конечно же, ваши передние и задние звездочки Берем цепь, элементарным образом шатаем ее из стороны в сторону И если у вас слишком большое шатание, это говорит о том, что цепь, скорее всего, либо изношена, либо пришла полностью уже в негодность Убедиться в том, что байк целиком и полностью готов к заездам, лучше в веломастерской Тем более технический осмотр велосипеда мастера проводят бесплатно А проверять байк надо намного чаще, чем раз в год Лучше всего проводить это, конечно же, раз в месяц Но в большинстве случаев люди это делают раз в год, что, конечно же, плохо Так как изнашиваются элементы и в дальнейшем это становится очень дорогостоящей операцией Самый хороший вариант – это использовать весь набор звезд в передачах Ссортовать с более легких и переходить на более сложные уже при разгоне Всего в Могилеве пять веломастерских Каждый готовый помочь подготовить байк к заездам и комфортным покатушкам В это время Могилевский клуб велой экспедиции готовится к открытию сезона Заезд уже 2 апреля Желающих участвовать ждут на старте в полдень у мемориального комплекса «Землянка» У нас заезд массовый на 35 километров по внедорожью, по грунтам То есть грунтовая дорога Все это будет массовой колонной движения Проходите и в конце на финише у нас мы приезжаем на поляну, на туристическую стоянку И там проведем массовый пикник Такие совместные поездки помогают не только обрести друзей-велолюбителей, а еще и повысить культуру вождения Из года в год становится больше велолюбителей, в Могилеве в частности И приобщаясь к каким-то большим группам, они становятся более культурными Они уже знают как-то правила, более становятся грамотнее в езде То есть уже знают, как правильно нужно ездить по городу и вне города, колоннами, как нужно переезжать в проезжую часть Вот это радует, это радует Готовьте свои велосипеды уже сейчас Выполняйте советы мастеров и железный конь прослужит не один сезон Он пишет нежность Федор Киселев – один из самых известных белорусских художников-акварелистов Чье имя занесено в белорусскую энциклопедию Его картины, таинственно прозрачные, подернутые легкой дымкой тумана, словно дышат Потому что художник видит этот мир вечно новым, чистым и красивым А еще потому, что акварель – совершенно особая краска Акварель – это очень тонкая живопись И вот этот тонкий прозрачный слой и дает вот этот эффект Федор Киселев – мастер лирического пейзажа На его картинах – виды любимых с детства белорусских местечек Есть и могилевские мотивы А как иначе? Ведь мастерская художника расположена в самом сердце нашего города В старом здании бывшей гостиницы «Париж» Так что порой сюжеты своих работ художник видит прямо за окном Вот такое какое-то состояние, похоже, как сейчас Только это было конец года, где-то под Новый год, где-то близко Когда вот такие, знаете, в 4 часа уже темно уже Это туча придавившая, и такой закат такой яркий Вот это вот, это все Огоньки уже зажлись, вернись, когда там идет спектакль Я что-то думаю, и думаю, о, шнег идет, такой хлопень Я говорю, давай писать еще И просто на месте, сходу, несколько почемков составило по-быстрому И сходу получилось все Художник учит зрителя видеть красоту в простом В закатном солнце, осеннем тумане, в городских улочках, усыпанных снегом Могилев для Федора Киселева бесконечный источник вдохновения Живу в таком месте, на улице Сурганова И там буквально несколько минут ходьбы до Печерского лесопарка Кстати, великолепнейшее, это где-то еще поискать у Белоруссии Такой рельеф очень интересный Высокие эти берега, обрывистые, гиганты дубы стариннейшие Такое, что не то, что там какое-то такое сосны Такое, какое-то реликтовое такое, все такое, местечко такое Сейчас Федор Стефанович пишет серию работ к новой выставке в Минском музее литературы И остается верным себе В легком жемчуге его картин гармония и чистота Представляем афишу 12-го Международного молодежного театрального форума «МартКонтакт» Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы играем в желтые сказки И что это значит? Ну, значит, мы желтым одеты, желтые цыплята, все желтое в этой сказке будет Мы людям стало легче дышать, потянуло запах опухов и грибным духом Люди еще спали и не знали, что их ждем А пока все желтые, пчела тоже желтые, вон какой у нее желтый ум Как ты думаешь, ты хорошая акция? Ну, не знаю, наверное Да, хорошая акция «Мэр» Редактор CV – Hostedор А.Кулакова В целом, население ее может помочь